Добрый день, уважаемые коллеги! Глобальная экология – это важнейшая проблема настоящего времени, потому что воздействие человека, человеческой энергетики человечества на окружающую среду носит окружающий характер. Итак, человечество стоит на пороге сложнейшего этапа своего периода. Это связано с различными параметрами, в том числе истощение запасов углеводородов, дефицит пресной воды, геоскопальные метеоусловия, природные и технологические катастрофы и налицо политический, экономический и социальный кризис. Более половины населения Земли оказывается в ситуации, когда приходится дышать далеко не свежим воздухом. Думали ли мы еще лет 20-30 назад, что будем покупать воду в бутылках? Проблемы сейчас стоят с шумовой агрессией, которая очень негативно воздействует на здоровье человека. И в целом проблемы 21 века – это экология, энергосбережение, это оптимизация системы человек-материалов, создая обитания, то есть создание сооружений из композитов, которые бы защищали человека от негативного воздействия, аномальных, техногенных и производственных процессов. Нужна новая система мироустройства и так далее. Ряд экологических проблем. На самом деле, вот недавно была информация, что один из поселков в одной из республик бывшего Советского Союза построен был на сейсмоопасной зоне, на разломе, и это очень отрицательно сказывается на здоровье человека. В целом факторы негативно воздействующие у нас человека – это вот и аномальные природные техногенные процессы, и повышенная концентрация О2 газов, информационная шумовая агрессия и так далее, и так далее. Так, воздействие космоса, электромагнитные параметры, и так далее, и так далее. И мы от этих параметров, к сожалению, не защищены с вами. А в окружении строительных материалов человек находится от 80 до 90% своего времени. И если строительный объект, дом, в котором мы живем, построен с учетом биоматрицы человека, тогда человек сможет жить не 80, там 70 лет, а 120, 150 лет на планете Земли. Все эти проблемы стали угрозой для существования человечества. Нужна новая система мироустройства и переход к трансдисциплинарным исследованиям. Ну, вы знаете, что трансдисциплинарность – это способ расширения наушного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления вне рамок какой-либо одной наушной дисциплины. И вот как раз и бионика, и геоника, геометика, и как раз и занимаются трансдисциплинарными подходами. Геоника, ваш покорный слуга, автор геоники, геометики, в настоящее время рассматривает 8 направлений, в том числе использование энергетики, геологических и космохимических процессов, разработка новых технологий получения статистических материалов, архитектурная геоника, ну и так далее, и так далее. Все эти направления рассматриваются мною. Вы опубликованы несколько монографий, в том числе на английском языке, и делаю я очень много докладов на российских и зарубежных конгрессах. В рамках геоники, геометики разработана теория техногенного метасоматоза. Это стадия в эволюции статистических материалов, характеризующаяся приспособлением композита к изменяющимся при эксплуатации зданий, сооружений, условий. Это сложнейший механизм, который определяется различными параметрами. Закон строства структур для анизотропных материалов подразвивает проектирование слоистых композитов и ремонтных систем на нано-, микро- и макро- уровнях, аналогичных базовым матрицам. Вот когда мы проектируем с учетом моего закона материала, нет таких разрушений, которые я сейчас привел, и вы видите, в жизни. И, пожалуйста, вот пример разработки, реализации. Это закон о строства структур. Это докторская диссертация моей ученицы. Так, внедрение произошло при рестарации. Сталки кладочек, а вот прошло 19 лет, она практически не изменилась. Закон строства структур для анизотропных материалов. Так, снова-таки, мы в рамках геометики, так, ну, я считаю, что каждому строительному материалу существует природный аналог. И я изучаю в природных аналогах множество разновидностей этих материалов. Так, нахожу закономерности, которые существуют в природе. Так, внедряю их при разработке новых технологий получения материала и получаю композит строителей в 10, 15, 20 раз по свойствам, превосходящей выпускаемость этих материалов в настоящее время в ведущих странах мира в том числе. Вот, используя законоподобие, так, мы разработали тяжелые бетоны с прошлого сопряжения до 200 мегапаскалей больше. В этом году доцент моей кахты под моим руководством будет защищать докторскую диссертацию по этой тематике. А такие вот бетоны используются при сооружении фортификационных объектов, так сказать, объектов для строительства в условиях Арктики, Севера, Юкальны и так далее, и так далее. Так, и в целом, с учетом вот этих вот теоретических положений геоники, так, в настоящее время разработана целая серия композитов, которые приведены на данном слайде. Подобные проблемы решать можно, еще раз повторяю, только лишь с использованием трансдисциплинарных исследований. Для чего необходимое объединение ученых различных специальностей из различных стран мира и только таким образом мы можем защитить среду обитания человека от глобальных негативных воздействий, в том числе природных и технологенных воздействий. И вот в этом направлении, в этом направлении как раз и работает моя наушная школа, в рамках которой защищено более 40 одних только докторских диссертаций. Так, считаю, что очень своевременно проходит наш Конгресс, результатом деятельности которого должна быть подготовка обращения к мировым лидерам, которым необходимо ставить вопрос о новой стратегии развития цивилизации на планете Земля и даже новой системе мироустройства. Ведь если мы с вами будем производить родоподобные технологии, мы будем тем самым наносить значительно меньший вред окружающей среде. И главная все-таки задача, трансдисциплинарная задача, в рамках которой должны объединиться и физики, и химики, и медики, и строительные материаловеды, и геологи и так далее, это создание композитов для защиты среды и обитания человека. То есть сейчас, пока мы строим здания и сооружения без цели, нет даже законодательных таких документов, которые бы подразумевали, что мы должны защитить человека от всего комплекса негативного воздействия. А строительные материалы должны для строительства, допустим, коттеджа, в котором мы с вами, каждый из нас будет жить, должны применяться в соответствии с биоматрицей человека, для каждого человека должен быть свой степень материала, который защищает, допустим, один человек более подвергается воздействиям, допустим, электромагнитных волн. Второй человек, допустим, на него больше влияет шумовая агрессия на здоровье. На третьего колористикой и так далее, и так далее. Все это необходимо учитывать при проектировании зданий и сооружений. Я считаю, что эта задача выполнима. Конечно, это задача будущего, в некоторой степени, недалекого будущего. И будет зависеть от того, каким образом мы сможем объединить усилия, каким образом мы будем выигрывать гранты для решения этих проблем. Но если мы поставим себе такую задачу, мы и решим. Благодарю за внимание.